Здравствуйте, господин Ильядис. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, завершился чемпионат Европы по борьбе с самбо в Израиле. Ваши впечатления о самом мероприятии и итоги выступления греческой команды? Вы правильно сказали, завершился наш чемпионат, мы которого целый год ждали, готовились к этому. И очень хорошо, что наши спортсмены, я имею в виду европейских, все собрались здесь. Трудно было добираться туда во многих странах, но, слава богу, праздник удался и оказались здесь. Что касается чемпионата, чемпионат был организован на достаточно высоком уровне. Ну, ребята старались, были очень много интересных встреч, я имею в виду спортивные встречи на ковре. Ну, как всегда, побеждали сильнейшие. А насчет греческих спортсменов, у нас три медали были, все время побольше были, ну, три медали, но ничего страшного. Самое главное, что у нас была большая команда, большая команда была, но они еще по возрасту маленькие. Это первые годы и среди кадетов первый год, первый год и среди юношей и юниоров. Ну, по возрасту они были маленькие, это никакое оправдание, но я думаю, что на будущем будут еще лучше ворота. Очень много пятых мест было, досадно проигрывали две лифт-шоты, но проигрывали в конце. Наверное, тренера будут иметь в виду и к следующему чемпионату мира или на будущий год будем готовиться лучше. Вы очень много усилий вкладываете в развитие самбо в Греции. Скажите, как сегодня обстоят дела в Греции с самбо? Насколько самбо становится известным? Ну, я не знаю, мы много раз с вами встречались, я говорил, сам был с 2001 года в Греции. Мы создали энтузиасты из бывшего союза. Признание министерства как вид спорта мы получили в 2004 году. Где-то 42 спортивные клубы, которые признаны из министерства, а где-то 12-13, которые кандидаты. Это у нас, когда говорим кандидаты, они должны доказать, что у них есть спортивный клуб, есть у них ковер, у них есть и так далее, и тому подобное. Все бумажки, там, устав должен быть, судейские, ну, все, все, должен быть, тренера должны быть сертификат, нет, вот они кандидаты. Каждый год мы подаем документы, и кто проходит тест, кто проходит вот эти бумажные дела, то получается, что у нас, в принципе, сейчас где-то 40-42 официально признанных команд по всей Греции. Хорошее достижение за практически 20 лет вашего деятельности, это с нуля и поднять так. Даже больше, те клубы, которые занимаются сам, у них признания нет, мы официально не можем их включать. Мы можем на чемпионат Греции их не допускаем, но мы допускаем, а если международный турнир, то они имеют право выступить. Потому что если нет в списке министерства спорта, вот эти клубы, они не имеют права участвовать. Я знаю, что в Греции проводились чемпионаты Европы по борьбе с самбо. Планируется ли проведение в ближайшем будущем чемпионата Европы, мира в Греции? Ну, не то что чемпионаты Европы, у нас и чемпионаты мира были, среди молодежи, среди взрослых. У нас ветеранское движение, там 3-4 раза делали чемпионаты. У нас много раз было это соревнование. Последний раз у нас в 2021 году первенство мира было у нас. Достаточно на высоком уровне мы проводили. А на будущем, я не знаю, надо посмотреть, потому что проводить соревнования. Мы готовы проводить, но к этому нужно очень много, много нужно. Самое главное, нам нужна финансовая помощь. Без этого никак не получается. Структура, инфраструктура есть. Посмотрим, сами знаете. Сегодня в мире чуть-чуть напряженная обстановка. И это, в принципе, не должно касаться спортсменов. Но не то что спорт во всех аспектах этого является. Мы готовы в любое время принимать всех. Но пока не могу сказать, когда будет. Но мы готовы. Даже если скажу, что завтра сделайте. Успею долететь, и послезавтра начнем уже готовиться. Так что мы всегда греки гостеприимны. Мы всегда ждем гостей. Особенно для меня из бывшего Советского Союза желание гостей. Все до единого. И грузины, и армяне, и русские, и украинцы, и все братья. Потому что, когда я уехал оттуда, был Советский Союз. Для меня они тем не остались. Все одинаково. Спасибо большое. И желаю вам дальнейших успехов в развитии спорта, самбо. Спасибо. На пользу всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.